И меньше споров на этой неделе вызвало в России другое правило. О нем напомнил Конституционный суд страны. Все граждане доноры по умолчанию. То есть при пересадке органов действует принцип презумпции согласия. По сути суд поддержал медиков. А еще тех, чью жизнь еще можно спасти. В очереди в ожидании нового сердца, печени и почки. Сегодня почти 15 тысяч человек. Каждый десятый такой пациент умирает, не дождавшись пересадки. Но при этом сознание людей донорства занимает место рядом с контрабандой органов. Почему это попыталась понять наш корреспондент Ксения Крихелли? Елена Савлина до сих пор не может смириться с гибелью дочери. Два года назад студентку московского вуза на пешеходном переходе сбила машина. Комаш, из ней реанимация и печальное известие. А через месяц мать узнала, что после смерти у ее дочери изъяты органы для пересадки другим людям. Подала даже в Конституционный суд. Но тот ее жалобу рассматривать отказался. Была какая-то надежда, что возможно нас услышат. Но получилось, что нас не услышали. И отказались как-то понимать чисто по-человечески. Суд напомнил, сейчас по закону каждый человек в России является посмертным донором своих органов по умолчанию. То есть, если пациент не отказался от донорства еще при жизни, значит он с этой процедурой после своей смерти согласен. Согласие родственников по закону тоже спрашивать не нужно. Закон наш подталкивает к тому, что любой человек, который попал в реанимацию, он является уже донором. Наши люди такие незащищенные, что жизнь человеческая ничего не стоит. Пересадка органов, говорят врачи, сегодня большая проблема. Главная причина в том, что россияне большинстве своем вообще настроены против посмертного донорства. Неоправданно популярным стало выражение разобрать на органы. Но на практике сердце, почки или печень забирают только у мертвых людей. Только в том случае, если зафиксирована смерть мозга. Сергей Готье около 10 лет возглавляет институт трансплантологии. Сюда едут со всей страны. Это самая большая в России клиника по пересадке органов. Ведь каждый человек, который умирает, и если он по состоянию здоровья может быть использован как донор органов, может спасти человек 5-6. Каждый день здесь спасают жизни людей. Вот и сейчас из реанимации забрали еще одного пациента. Сейчас его повезли в операционную. Как только сердце приедет, донорское, у этого человека будет удалено собственное сердце и пересажено то, которое приедет. А вот этой пациентке ее жизнь не села на волоске. Новое сердце пересадили три дня назад. Сейчас в российском листе ожидания 14,5 тысяч человек. Больше всего нуждаются в пересадке почки. Почти трем тысячам требуется новое сердце. Примерно стольким же нужна другая печень. Умирают каждый день. К сожалению, многие не дожидаются этих трансплантаций сердца и печени, потому что до компенсации происходит заболевание, и пациент умирает. И эта цифра составляет от 10 до 15 процентов. То есть из 100 ожидающих 10, наконец, года умирает. Алексей Литвинчук в свои 40 живет с искусственным сердцем. Без него пациент теперь ни шагу. Год назад перенес простуду, а за ней и инфаркт. Из этой клиники он не выходит уже полгода. Ждет, когда появится другое сердце. Очень страшно это услышать. Буквально на этой неделе, в среду, пришли, сказали, что есть донор. И на самом деле, ну, какая-то такая сразу же боязнь возникает. Даже, я не знаю, обрадовался я или нет. Сейчас в России всего полторы тысячи человек могут рассчитывать на пересадку органов. Но могло быть в несколько раз больше. Не хватает специализированных клиник и людей. Ведь каким образом больница может узнать, что в соседней больнице есть констатация смерти? Никаким. Если только оттуда они позвонят и скажут, ребята, у нас есть возможность изъятия органов. Будете брать или нет. Это называется трансплантационная координация, которая работает во всем мире. Вот сейчас мы ее внедряем. Ситуацию могла бы изменить технология 3D-печати. Пока это кажется фантастикой. Но биоинженеры уже заменили чернила живыми клетками. Сейчас экспериментируют на грызунах. В центре сколков напечатали щитовидную железу и пересадили мыши. Такой же орган пытаются напечатать для человека. На очереди, говорят ученые, почка и сердце. Данная технология может помочь людям восстановить частично поврежденные, либо вовсе утраченные органные конструкты в будущем точно. А пока надежда только на посмертное донорство. Так можно спасти чью-то жизнь. Школьницы Оксане два года назад пересадили сердце с тех пор, как новый человек. Физически, конечно, просто это небо и земля, что было тогда. Тогда я просто жила в больнице. Все эти люди подарили мне новую жизнь, которую я буду тратить понапрасну и проживу ее с толком. Летом Оксана планирует поступать в университет. Сейчас в свободное от учебы время – спорт. Вот в третий раз встала на доску. Все застегнуто, можем начинать движение. Ксения Крихель, Анастасия Глебова, Михаил Четверяков, Денис Ольевский, Елена Воротилова. Вместе Россия. О том, как живут люди после пересадки органов, смотрите специальный репортаж Анастасии Глебовой. О посмертном донорстве в марте на телеканале МИР24. 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 Продолжение следует...